В прошлом, задолго до великого катаклизма... Эй, не настолько далёком прошлом! В начале 21 века человечество достигло пика своего технического развития. Люди с умом использовали технические новинки, продолжали совершать удивительные открытия и неустанно занимались саморазвитием. В это время был изобретён первый робот, наделённый искусственным интеллектом. Машина была самообучаемой, как человек. Вскоре роботы с искусственным интеллектом стали незаменимы. Некоторые из людей пытались этому сопротивляться. Несмотря на это, роботы отчаянно боролись за свободу и право платить налоги. Обстановка накалялась всё сильнее. Радикалы выступили за бескомпромиссную утилизацию роботов. А роботы решительно требовали признания своей независимости. Под предводительством своего лидера они аннексировали морозные леса Сибири и основали там своё государство, свободное и процветающее. И как это обычно бывает в переломный момент истории, у наших лидеров не получилось договориться. Бабах! К счастью, некоторым из людей удалось спастись в убежищах до лучших времен. И вот лучшие времена наступили. Что случилось в той дыре, которую вы зовёте убежище? Прощай! Смит, так нападение на убежище это твоё рук дело? Я доверюсь до тебя предатель! Даже не вздумайте меня преследовать иначе. Вас всех ждёт смерть, быстрая и жуткая. Вы любили смеяться над стариной Смитом. Но кто теперь смеётся последним? Ха-ха-ха! Робот-советник Сир. Восстановлен после экстренного отключения. Внимание! Убежище осталось без управляющего. Иницинирую разморозку нового избранного. Эй, как там тебя, избранный? Скорее чини штаб, чтобы собрать новый отряд бойцов и отправиться в погоню за Смитом. Да? Ну какой же я Родион? Я не хочу быть Родионом. Хе-хе-хе! Блин, а по ходу дела у меня нет выбора. Так, ладно. Улучшить пять минут. Подожди, это обязательно делать? Ну, видимо, да. Справка. Технологии убежища позволяют ускорять строительство и улучшение комнат. Ускорить бесплатно. Ну и чего же мы ждём? Собери в штабе отряб из двух бойцов. Один в поле не воин, разве не знаешь? Так, нажмите и удерживайте жителей для перемещения. Ну, давай мы сюда с тобой переместим его. Отлично, но голыми руками бойцы не справятся даже с личинками. Муд скорпионов. Пора выдать им броню и оружие. Так, я вижу, броня тут есть. Надеваем. Так, это штурмовик. Плюс на жизнь стервятник. При атаке есть шанс 6% вызвать врага кровотечения, наносящие 112% урона от оружия в течение 4 секунд. Нифига себе. Так, это у нас типа кинжальщика будет, да, чувак? А дамочки что, лысая какая-то, ё-моё? Ну, во-первых, броня. Это форма новобранца. Конечно же, надеваем и... Что это за винтовка? Автомат-сверчок. Снайпер? Оу. Физ урон 64-72. Скорость атаки средняя. При атаке есть шанс 11% выстрелить подствольной гранатой, которая наносит 120% урона от оружия по группе врагов. Приоритетная цель инженеры. Конечно, надеваем. Теперь мы готовы преследовать черного Смита. Ну что, новобранцы, не пора ли понюхать пороху? За мной! Карта. У Смита есть поддельники. Нам придется сразиться с ними, чтобы продолжить погоню. Так, у нас с вами, ребята, пустыня черепов. Хм. Так, избранный я не в клане, друзья мои. Я не в клане пока. Но у нас первый бой. Так, мой трет состоит всего лишь из девчули и мужичка. Ну что, давай посмотрим, как здесь система боя. Чем-то напоминает мне Fallout... Ой, Fallout. Ну да, и Fallout. И знаешь, что напоминает мне еще? Hustle Castle. Слушай, ну здесь прикольно. Здесь они, по крайней мере, сами воюют. Слушай, ну и график такая мультяшная, да? В то же время, как бы, анимация мне нравится уже. Победа! Триста консервов получили. То есть, ну не зря мы с тобой сделали на эту вылазку. Мне нравится. Так, ну что, давай мы с тобой дальше будем развиваться. Я так понимаю, у нас должны быть как-то выжившие присоединяться. Избранный. Нашим бойцам удалось спасти из плена новых рабов. Поправка потенциальных работников. Вот они вдвоем тут пришли. Внимание! Водоснабжение убежища недостаточно для принятия новых жителей. Постройте дополнительный фильтр воды. Вот даже как. Фильтр воды. Ну-ка, я могу поставить сюда, сюда или бы сюда. Ну, говорят, поставить сюда. Не забывайте ускорять строительство избранной. Быстрое развитие основы для выживания. Здесь я не могу с тобой не поспорить. Фильтр для воды построен и готов к работе. Теперь новых жителей можно переместить в убежище. Отправьте одного жителя в комнату фильтра воды. По моим расчетам, польза от его присутствия немного превысит ожидаемый вред. То есть, я должен тебя поставить сюда, не? Выберите второго жителя возле ворот убежища и переместите в комнату ферма. А где у меня ферма? Ага, вот здесь. Работоспособность убежища восстановлена. Избранный. Теперь вы можете... Эй, вы там не забыли, что нас ограбили? Я хочу вернуть свой властитель дорог 3000. И немедленно. Помимо автомобиля, черный смит похитил и другие ценности убежища. Воспользуйтесь картой, чтобы отправить ваших воинов в погоню. Так, ну в погоню-то понятно, почему... Блин, тут надо в обязательном порядке все это делать. Черный смит наверняка поехал через кладбище Тезла Мобилей. И если повезет, мы и перехватим подлеца там. Ну, я надеюсь, что мы с тобой сможем его прихватить. Так, смотри, как здесь какой-то сундук. И опять же 300 консервов. А затраты... 50 воды. А у нас 950. Ну что же, давай попробуем. То есть, они хотят, что мы сейчас вот типа догоним до фигушки там. Догоним его. А вот это что такое? Смотри, 1, 2, 3. Энергия какая-то. Плюсик непонятный. Хе-хе. Нахлобучили одного. Ага, вот здесь энергия идет, да? Все, ребята, красных мы подбили. Победа, естественно. Так, вот это уже хорошо. Что за ящик, мне интересно знать. Мы с тобой получили. Видимо, сейчас вскроем его. И что-то там будет у нас лежать. Наши бойцы доставили на склад ящик с трофеями. Давай откроем его и посмотрим, что внутри. Вот я про это и говорю. Открыть. Так, угу. Ящик рейдов. Слушай, ну это мы уже видели. Такие кинжалы у меня есть. Может быть, мы можем их скрещивать и тем самым улучшать плюс 260 воды. В ящике нашлось оружие, которое превосходит наши образцы. Экипируй бойца лучшим оружием, чтобы его усилить. Разве... Ну-ка, на сколько оно лучше-то? Ну, в принципе, да. Смотри, физ урон. На 6 единиц. Хм, конечно, наденем. Надеваем. Внимание, убежище достигло предельного уровня развития. Чтобы продолжить улучшение, необходимо усовершенствовать центр управления. Так, доступные улучшения. Свободных ремботов. 1. Редактируть убежище я не буду. Так, улучшить. 1000 еды. Все, ребята, я теперь понял, зачем нам консервные банки. Это энергия для улучшения. Давай, одну минутку, да? Будем улучшать. Базовый курс введения в управление убежищем завершен. Дальше вы справитесь со своими задачами самостоятельно. И, кстати, жителям убежища не нравится, когда я называю вас избранный. Избранный. Это заставляет их чувствовать себя биоматериалом второго сорта. Далее я буду звать вас по имени. Укажите, как вам обращаться избранный. Ясен перец. Вот так меня, пожалуйста, называй. Окей. Отлично. Теперь управление убежищем полностью в ваших руках. Не забудьте проверить журнал и забрать награду за выполненное задание. Также вы найдете список новых заданий. А ну-ка, что у нас тут? Забрать награду. 200 еды. Так. Постройте резервуар. Неиспешная погоня. И улучшите фильтр воды. Так. Это пока у нас сюжетное задание. Есть и ежедневные, и клановые. Так что, ребята, будем кланы здесь сделать с вами. И вы, кстати, пишите в комментариях, как вам эта игра. Я думаю, что довольно неплохая. Тем более, тут вот это как раз бот. Я так понимаю, их здесь будет целая куча. Что? Зачем мне на карту? Я, может быть, хочу сейчас посмотреть, что вот здесь вот такое. О! Забрать. Централизованное управление. Улучшите центр управления до второго уровня. Угу. Так. Защитник убежища выполнит задание. Это все впереди. Надо будет подключиться к Google Play, чтобы наш этот сохранялся. Слушай, а что это такое? Ага. Водичка. Так. У нас с тобой есть два бойца. Тут у нас еда копится. Убирается там. Этот читает книги. А что вот это такое? А, это настроение. Слушайте, ребята, это случайно не от создателей Castle Storm? Или как там у нас? Castle Castle. Ладно, переходим с тобой сюда. Поступили данные от инфодронов. Наши бойцы действуют на территории рейдеров. Справка. Рейдеры уважают лишь скорость и жестокость. Судя по девизу, кровь в их организмах заменена бензином. Это у тебя электронные мозги заменены бензином. Глупая жестянка. Рейдеры? Это просто кучка жалкого отребья. Поправка. Кучка агрессивного и вооруженного отребья. Мы с тобой опять идем в долину черепов. Погнали. Слушай, кстати, может быть нам... А где мы... Где мы должны добывать бойцов новых? Бой! Так, ну... Не, ну тут победа будет за нами, явно. Можем скорость, кстати, улучшить. Но тут нужно иметь премиум. Хе-хе-хе. Давай-давай-давай-давай! Нахлобучили. Ну, ящик-то мы с тобой заработали. Так, активируйте премиум, чтобы получать больше наград. Угу, конечно. Буду я тебе сейчас тут активировать премиум. Как всегда, это стоит денег. А денежек у меня нету. Ну, тут прикольные такие, смотри, роботы. Эй, где запасной автомобиль? Или может нам пешком отправляться в погоню за Смитом? Предложение подтверждено. Доступных автомобилей на ходу 0 штук. Ну, отлично. Не забудь еще вооружить бойцов вилками, жестянка. Тогда нам точно конец. Задание выполнено. Так что я тут забираю 250 еды. Жаркие пески. Победите в точке жаркие пески в пустыне черепов. Но это мы обязательно сделаем с тобой. Так, настроение забираем. Водичка, это все понятно. Так, а что я могу еще построить? Открываем сундук. Открыть. Ох ты. Автомат-сверчок. Такой у нас с тобой уже был. Слушай, тут у нас вон все разделено. Так, в магазине. Резервуар. Он стоит 400. Надо строить, ребята. Так, 10 минут будет клепаться. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. Полигон. Это новое. Улучшить бесплатно. Полигон я, наверное, сюда вот и воткну. Пускай делается. Так, 200 еды забираем. Жаркие пески. Так, улучшите фильтр воды. Фильтр воды у нас вот здесь. Нет, не здесь. Я вру. Ребята, где фильтр воды? Это хранище провианта. Это хранение воды. Вот здесь как-то, да, улучшить надо? Для улучшения комнаты необходим третий уровень центра управления. А центр управления вот. Ага. А что нужно? 10 тысяч еды. Чуть ли у него не подавился. Понятно. Так, поддержка. Что это у нас такое? Лестница. Я уже понял, ребята, лестница. Так, рекламный ящик. Слушай, ну действительно, что-то мне напоминает это. Из Hassel Castle. А ребята, вы напишите свое мнение. Похоже или я заблуждаюсь? Так, ну здесь 9 минут будет делаться. Тогда пойдем с тобой, наверное, в пустыню черепов. И нагоним врагов. Нагоним и уничтожим. И где-то должен быть Смит. Ох, е-мое, тут уже какой-то скорпион. Так, 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 ну. Скорпиона завали. Блин. Ай-яй-яй, ребята, он отравленный. Есть контакт. Фух. Слушай, мы разобрались. Мы с тобой разобрались. Сейчас я ящик вскрою. Посмотрю, что нам из него выпадет. Блин, тут прикольно такие, да? Хе-хе. Роботы. Бросьте ваши жалкие попытки догнать меня. Отныне удача на моей стороне. Справка. Статистика показывает, что Смит крайне неудачлив. В 92% случаев его дела заканчиваются безуспешно. Он так плохо справляется со своими обязанностями, что я собирался отправить его в шредер бесполезного биоматериала. К счастью, я тебя опередил. Хе-хе. Без моих советов ты бы уже был удобрением. Так, ну-ка. Завершаем. Ох ты. Комплект сорвиголова. Это для штурмовика. Хочу, ребята. Так, что это у нас тут? А что с ним не так? Почему он такой грустный? Объясни-ка мне. Так. Гидролог. Влияет на добычу воды. Навык можно повысить на гидростанции. Влияет на скорость улучшения и производство в комнатах. Навык можно повысить в техникуме. Влияет на добычу и провианта. Навык можно повысить в отсеке селекции. Тут все можно повышать, прокачивать, я так понимаю. Угу. Давай-ка мы с тобой откроем вот этот ящик. И посмотрим содержимое. Ох, хе. Простите. Налетчик-костюм. Умелец-гидролог. А это, кстати, для чувачка, который занимается водой. Ты у нас кто? Почему ты боец? Что это за комната вообще у нас? Как посмотреть, что это за комната, друзья мои? Вот это вот хранение воды. Я так понимаю, здесь вот хорошо бы иметь гидролог. А где выжившие? Хоть одного бы мне сюда бы найти еще, да? Так, а это у нас комната премиум. Так, ну это понятно, что добыча увеличивает хранение провианта. То есть это склад. Тут мы с тобой зарабатываем провиант. Угу. Так, в магазине. Ценности. Набор гроза пустоши. Так, секунду. Так, герой станут наступны после какой постройки? Комната отдыха. А почему я больше ничего не могу строить? А, необходим третий уровень центра управления. То есть сейчас весь акцент мы должны с тобой бросать вот именно на этот центр управления. Для того, чтобы его улучшить, нам нужно... Мы можем забить коинты. Кстати, давай сделаем. И есть контакт. Или что это такое? Что это за 6 дней и 23 часа? Это что там? Ну вот опять. Платежная система не может выполнить запрос. Пожалуйста, проверьте привязанный аккаунт и настройки платежей. Если ошибка повторится, попробуйте перегрузить устройство. Да, ну, у меня все получилось, по-моему, да ведь? Центр управления третьего уровня. Все отлично, ребята. Что там этот робот мне в пургу какую-то вешает? Так, меня опять отправляет в пустыню. Хочешь ты, ты не хочешь, но ты должен валить в пустыню, понимаешь? Да е-мое, их уже четверть здесь. А я все до сих пор вдвоем тут бегаю. Так. Ну давай, давай, родной мой. Так, девчуля, ты там будешь со своего подстворника бомбить? Так, этот дрон, надеюсь, к этому присоединен. Ай-яй-яй. Ну, есть контакты. Фух. Слушай, мы победили, ящик с тобой заработали. Кстати, надо посмотреть, мы же с тобой винтовку имеем, а я ее не поставил на нового нашего бойца. Я только что проехал мимо большой странной твари с огромными клешнями. Это Чак-Чак, ручной скорпион безумного факса. Хотите меня догнать? Ха-ха. Тогда сначала попробуйте одолеть Чак-Чака. Пхе. Это не тот Чак, которого надо опасаться. Справка. Логово Чак-Чака находится в отдалении от вашего маршрута. Если вы будете передвигаться медленно и не шуметь, сможете миновать опасного соперника без боя. Вот еще. Я не собираюсь красаться мимо какого-то дракана с клешнями. Отряд, оружие к бою! Ой, девочка, что-то ты вперед, батеньки-то, куда-то бежишь. Воу, воу. Сорви голова комплект. Вот это вот мне нравится. Вот это мне нравится. Так, ну что, у нас тут и ящик. Давай-ка мы с тобой его откроем. И взглянем, что у нас здесь. Ох ты. Поезд-резервист. Что он там делает? Физический урон. 26. Это для фермера. Секатор. Растение-евод. Добыча провианта 65 в плюсе. Плюс водичка. Я это все забираю. Ребята, давайте посмотрим на наших бойцов. Во-первых, я хочу посмотреть броня. Штурмовик. Здоровье 1125 и физическая броня 161. Слушай, ну вот это-то в разы лучше будет. Хотя, вот это, по-моему... Так, секунду. Ну-ка, давай наденем. И для сравнения... Это лучше. Вот эта броня лучше, ребята. Потому что это всего лишь дает преимущество. Я не знаю, там, штурмовик 7. Что это такое, вот 7? Не знаю. Если смотреть по физ броне и по здоровью, вот эта вот красная лучше. Поэтому мы ее и оставляем. Так, кинжалы. Фуфло. Слушай, я ведь могу... Конечно, надо брать автомат-сверчок. Добыча воды. Нет, автомат-сверчок я, наверное, надену. Скорость атаки очень быстрая. Тут средняя. Нет, я все равно, наверное, надену. Как думаешь, я пожалею об этом, а? У меня будут два дальника. Так, я могу еще, кстати, надеть тут пояс, сумка, какой-то датчик. Снайпер, я ведь могу надеть? Вау. Физ урон, плюс 26. Слушай, а вот это тоже я могу надеть? Нет, это есть только заменить. Будет у меня бегать с секатором, да? Нет, спасибо большое. Так, где у меня... Вот она, девчуля. Давай-ка мы с тобой посмотрим броню, во-первых. Ясен перец. Вот эту... Да, вот эту вот броню я, наверное, надену. Сравним. Да, у нас лучшая броня, плюс автомат. Все пока меня устраивает. Родион и Рада. Так, здесь мы все это забираем. Так, минута осталась. Полтора минуты, ребята, осталось, и у нас будет улучшение, да? В магазине что у нас тут? Поддержка. Так, до кончения акции. Робот-помощник, посмотреть. Ну, давай глянем. Ага, посмотрел. Ценности. Непонятно пока. Тренировка. Необходим уровень четвертый. Слушайте, ребята, они нам говорили, что нам необходим уровень третий. Так, биопринтер. Комната для производства новых жителей. Для создания нового жителя необходимы генетические образцы двух родителей. Окей. Биопринтер готов к работе. Прогрессивная технология поможет увеличить население убежища без нелепых и архаичных способов. Новые выжившие прибыли к убежищу. Поместите пару жителей разного пола в биопринтер, чтобы начать сканирование ДНК. Когда сканирование будет завершено, нажмите биопечать, чтобы начать создание жителя по образцам родительских ДНК. Новый житель появится на свет зрелым и готовым к работе. Даже так? Конфликтный, но обходчивый. Говорит банальности с видом первооткрывателя. Хочет стать бойцом, но боится вида оружия и громких звуков. Хочет начать жизнь с чистого листа, но все время откладывает. В убежище его. Надо торопиться. Числавная и злобная. Терпеть не может, когда кто-то в убежище не согласен с ее правильным мнением. Пишет анонимные жалобы на других жителей убежища. Порой одевается странно даже для постапокалипсиса. Так, слушай. Иди-ка ты в биопринтер. И девчуля, где она тут у нас? Куда ты? Вот она, да? Тоже в биопринтер тебя. Так, а это что у нас? Поместите жителя, чтобы начать его тренировку. Ммм. Так, ну мужик-то здесь. Девчуля, я смотрю, не особо там спешит. Еле-еле ножками своими барактает. Так, лестница здесь есть. Окей. Так, ну и что же вы тут делаете? Я вас прислал размножаться. А вот оно как. Легли в ячейки и все, да? Так, ну что, давай мы с тобой посмотрим дальше. Так, а здесь босс, да? Ух, нифига себе ящик. Мой отряд, ребята, 2284. Вражеский отряд 2365. А я ведь я проиграю, наверное. Давай попробуем, конечно. Но по мощам враг сильнее. Ё-моё, чак-чак. Вот так тебе, чак-чак. Если будут гранаты подствольника срабатывать, мы, может быть, выиграем с тобой. Слушай, так мы его, мы его ушатаем сейчас. Смотри. Он урон получит. Тихо, 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 тихо. Ну давай, ребятули. Блин. Он нас догоняет по урону. Да не, куда ему там против нас-то? Я. Вот тебе весь чак-чак. Фух. Слушай, мы с тобой два ящика нашли. Ну ладно. Один ящик обычный. Вот который с чак-чака, видимо, упал. Он там какой-то эпический. Может быть, что-нибудь полезненькое и хорошее мы там найдем. Наши бойцы захватили странный ящик. Судя по электронному замку с таймером, он откроется завтра. Не забудь вернуться и поглядеть, что там внутри. Твою же налево только завтра откроется, а? Ух ты. Так. Снайперская винтовка гадюка. Как тебе? Блин, медленная, конечно, но... Блин, заперто, заперто. Восемь часов, ребята, будет открываться. Восемь. Включить уведомления. Так, чтобы не пропустить открытие. Да, включить. Включить обязательно. Так, а этот мы с тобой откроем? Откроем. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Ох ты. 90-100. Так, подожди. А, у нас... Подожди, нет, нет, это закрыто. Так, где у меня моя команда бойцов? Вот она. Можно мне посмотреть? Ну, конечно. Тут... Тут даже не обсуждается. Ты посмотри, урон 90-100. Естественно, надеваем. Друзья мои, конечно же. Так, а теперь посмотрим, вот это вот. Отстает. Слабенькая. Так, лучшие. Да ну, какое оно лучшее? Это ерунда. Ничем оно не лучше. Абсолютно ничем. Так, а мы как-то можем еще... Добавить за 750 койн-то в предельный уровень развития. Окей. Что у нас тут? Вот тут что-то лежит. Показывает ящик, видимо, вот этот. Но он будет открываться, я говорил, уже 8 часов. В магазине что у нас тут? Ценности. Нет, я это буду смотреть, если только за кадром. Ребята, сейчас не стоит этого делать. Слушай, я могу, например, тебе одеть. Ты у нас там кто? Ты не гидролог. Ты у нас, по-моему... Да какой же ты снайпер? Давай вот так, наверное, тебе сделаем. Ты фермер. Одеваем ей так. Пускай фермерит. Так, а переключить не могу, да? А ты у нас парень гидролог. Действительно гидролог. Костюмчик у него прям подходящий. Так, что же нам еще с тобой можно улучшить? Построить? Госпиталь. Он стоит 5000 еды. 5000 еды. Ну что? Я не в клане. Я не в клане, друзья мои. Пойдем на карту. Вы сломали моего чак-чака. Захватили мой схрон. И продолжайте шастать по моей пустыне. Бункерные крысы. Когда я вас поймаю, вы познаете весь ужас моего гнева. Это еще что за фрик? По сравнению с ним, Смита еще можно спутать с нормальным. Согласен. Действительно какой-то фриковатый чувак. Давай-ка мы, наверное, устроим бойню здесь. Я хочу его сейчас... Или мы... Это будет, наверное, следующий босс. Ой. Ё-моё, сколько вас тут... Эй-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Блин, почему подствольник не срабатывает? Ну? Да влупите вы хорошенько-то. Так, минус два Скорпиона. Минус. Так, и остается... О, из двух подствольников сразу у него, ребята, рикош... Ну, стрельнули. Фух. Так, ребятушки, мы с вами победили. Не забудь написать в комментариях, как тебе эта игра. Зашла, не зашла. По мне, так вроде бы довольно прикольно. Смит, прием. Ты ведь понимаешь, что чем дольше я остаюсь без своей тачки, тем злее буду, когда тебя поймаю. Хм, тебя меня не догнать, бешеная сандафонка. Скоро я буду под защитой самого безумного факса, повелителя пустыни черепов. Жестянка на виде справки об этом факсе. И жестянка замолчала. Оу. Друзья мои, у меня новые жители. Так что... Ну, давай ты, господи. Слушай, что-то есть здесь, да, от Фоллаута Шелтера? Как мы с тобой вот берем этих выживших на базу на свою? А я могу, например, сделать вот сюда еще одного поставить или нет? Плюс 65 к еде. Могу. И я хочу, наверное, сделать еще одного бойца. Это можно сделать? Ну, забегу. Нет, ребята, что-то не меняется. Так, подожди, не надо. А можно улучшить? Так, необходим третий уровень. А что нужно для того, чтобы поднять 3000 еды? Тогда, девчуля, мы с тобой, наверное, вот сюда пойдем. Короче, 3000 еды нам нужно. Так, открываем с тобой сундук. Ух ты. Это для фермера. А это для... Для снай... Кого? Для снайпера? Так, секундочку. Есть ли это для... Ну, все равно слабые. Шмотки слабые, ребята. Это штурмовик. Ну, штурмовик пускай остается, но для фермера. Зачем я буду нашему бойцу, извини меня, одевать шмотки фермера? Вот сюда вот. Я еще понимаю, да? Вот сюда вот можно надеть. Вот она становится какая. Так, мы можем с тобой прокачивать, естественно, наших бойцов, если мы будем их сюда отправлять, в тренировочную. Но пока, я думаю, не стоит. Я думаю, нам нужно идти с тобой дальше на карту. Так, и попробовать сделать еще один бой. Ну-ка, мы с тобой боем. Давай, давай, этого скорпиушу... ...распинали. Так, этого инженера тоже нафиг. А этот чувак со снайперки бомбит, смотри. Ну, им с нами не справиться. Тихо. Сосунки. Мы с тобой получаем просто ящик и немножко еды. Ящик, естественно, в первую очередь сейчас вскроем. Посмотрим, что у нас там будет. Справка. Безумный факс, психопат, маньяк, лидер банды, стая. Любит машины, массовые погони и хорошо прожаренных мутокрыс. Это данные от наших инфодронов? Нет, это описание на его странице в соцсети. Забрать награду. Пять биткоинов я заработал. Угу. Всего лишь пять биткоинов. Ну что, если я, например, вот так отправлюсь, житель приступил к тренировке. А ты тоже можешь тренироваться? Да. Откроем с тобой сундук. Оу. Гидролог. Добыча воды. Ножи закон пустоши для штурмовика. Окей. Нам нужно будет действительно с тобой где-то сделать штурмовика. Но для этого нужен еще выживший, а их у меня нету. Так, три тысячи нам нужно было, да, для того, чтобы улучшить. Я ведь могу? Ускорить бесплатно. Отлично. Штаб третьего уровня позволяет увеличить боевой отряд до трех человек. Это здорово повысит нашу мощь. Осталось только найти подходящую кандидатуру на роль нового бойца. И вот. Подходящий кандидат. Погляди, к убежище пришел новый житель с экипировкой инженера. Боец этого класса может лечить себя и других бойцов. Отправка его в штаб. Ничего себе. Ну. Так. Взбалмошная и непостоянная. Любит детективы. Уверена, что в убежище есть хотя бы один маньяк. Видит в убежище странных обитателей, но никому про них не говорит. Надеется, что какие-нибудь животные на поверхности мутируют в драконов. Совсем. Девчушки. Крыша поехала. Так, надо торопиться. Ты давай торопись и ко мне в штаб иди. Так. Забираем еще. Три биткоинта с тобой мы. Так. Этот тренируется. Так. Дрон, стрекоза и энергопистолет. Вот оно как, да? Инженер. Инженер. Так. А мы... Ремонтник. Нет. Ну, это для гидролога. Гидролог вот у нас. Я могу вот так вот надеть. Окей. Девчуля инженер, да? Чтобы ей, может быть... Слушай, энергоурон. Слабый. Но зато инженер. Ладно, мы оставим ее. Посмотрим, как она будет себя вести в бою. Друзья мои. Но это все уже будет в следующей серии. На сегодня пока все. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.